МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы обсуждаем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Более 60 миллионов долларов инвестиций, подписанное соглашение о сотрудничестве. В Гомеле в 14 раз прошел экономический форум. О главных итогах расскажут наши корреспонденты. Весна в Гомеле. Наш регион принял масштабную международную выставку-ярмарку. О самых интересных экспонатах расскажет Марина Жавая. Славянские театральные встречи. Гомель принял участников международного театрального форума. Подробнее во взоре Вероники Ворошилиной. В ближайшие 26 минут неделя из жизни Гомельской области, какой ее увидели наши корреспонденты. Главным событием уходящей недели стало проведение 14-го Гомельского экономического форума, который собрал более 600 участников из 16 стран. Презентация инвестиционного потенциала региона. 10 подписанных документов на общую сумму более 60 миллионов долларов. Заключение соглашения о сотрудничестве с правительством автономного края Воеводина Республики Сербия. Это только некоторые итоги завершившегося экономического форума. За ходом его работы следили наши корреспонденты. 14-й Гомельский экономический форум это более 600 участников, в том числе 200 иностранных. С учетом Беларуси 16 стран. Наряду с традиционными участниками России, Германии, Сербии, Италии, Дания, Кипр, Соединенные Штаты Америки. За время своей истории Гомельский экономический форум прошел путь от мероприятий регионального уровня до масштабного международного. В этом году потенциальным инвесторам предложили 155 проектов, плюс более 130 объектов недвижимости и около 200 земельных участков для ведения бизнеса. Более того, во время подготовки на Гомельщине организаторы проработали возможности подписания еще нескольких договоров непосредственно во время работы форума. В частности, речь идет об организации производства вафельных конфет в Гомеле и создании производства по нанесению полимерного покрытия на металлические поверхности на территории Мозырского района. Наносится специальное покрытие, которое позволяет 25 лет стали противостоять погодным условиям. Мы хотим промышленное крупное производство сделать, закрыть местный рынок, закрыть украинский рынок и, возможно, часть российского, часть западной Европы. На пленарном заседании председатель обл. полкома Владимир Дворник озвучивает цифры. За время проведения экономического форума подписано 78 документов на сумму почти в 2 миллиарда долларов. Более половины из них выполнены или находятся в стадии реализации. Уже непосредственно во время пленарного заседания подписываются 10 новых инвестиционных договоров и протоколов на общую сумму 63 миллиона долларов. По выручке и по ОВП на одного проживающего мы являемся лидерами в Республике Беларусь. Поэтому для того, чтобы не потерять этот статус, не потерять это высокое место, мы должны привлекать и давать возможности любому бизнесу сегодня вкладывать в наш регион. Работа экономического форума продолжилась в шести секциях, по названиям которых можно судить об экономических приоритетах Гомельской области. Строительство и жилищно-коммунальный комплекс, логистика и торговля, малый и средний бизнес. Секция под номером один агропромышленный комплекс. За последние пять лет сельское хозяйство региона доказало свою эффективность, но дополнительные инвестиции могут дать новый толчок развитию отрасли. Хозяйства отправлены в агентство и мы сейчас их предлагаем инвесторам, чтобы они занялись управлением этими предприятиями. Это развитие этих хозяйств, производство и продукции, животноводство и растеневодство. Это использование новых пород животных, обновление стада, использование технических средств новых. Выездные заседания туристической секции стали уже традицией. Перед тем, как обсудить перспективы развития отрасли, совсем не помешает ознакомиться с реальной ситуацией на месте. Сегодня в Гомельской области действует более 180 агроусадеб. Вместе с тем, назвать их деятельность эффективной можно далеко не всегда. Если где-то количество туристов измеряется сотнями, то другие усадьбы за год хорошо, если несколько десятков посетят. Иностранные участники форума делятся опытом. Необходимо, во-первых, устанавливать реальные цены, во-вторых, больше внимания уделять развлекательной программе, плюс обязательная реклама. Как можно больше рассказываем о своем продукте, как можно больше завлекаем клиентуру не только с Украины, не только Черниговской области, Киевскую. Мы стараемся полностью общественно доносить, и не важно, какое население, главное, чтобы заинтересовывать людей. Еще одна сфера интересов – промышленный туризм. Еще несколько лет назад большинство предприятий Гомельской области о таком виде деятельности даже слушать не хотели и находили для отказа десятки причин. Сегодня ситуация начала меняться кардинально. И маршруты разработали, и соответствующих специалистов подготовили. В конце концов, это реклама как производственных возможностей региона, так и продукции конкретных предприятий. Крупное наше предприятие Гомсельмаш, он тоже уже в этой, скажем так, обойме. И они сегодня разработали несколько туристических маршрутов. У них сегодня подготовлена для приема туристов специальная площадка, проход по территории предприятия. Видим, что с каждым годом таких предприятий, которые готовы работать сегодня с туристическими предприятиями, с туристами, принимать этих туристов, проводить их через свои цеха и заканчивать экскурсии своими фирменными магазинами, становится все больше и больше. ВИП-секция в программе Гомельского экономического форума не прописана, но проводится обязательно. В конце концов, встреча на таком уровне – это возможность усилить существующие межрегиональные связи или установить новые. Гомельская область всегда придерживалась курса на усиление взаимовыгодных контактов и дружеских отношений с другими странами. На сегодняшний день регион имеет около 200 межгосударственных соглашений о сотрудничестве. В ходе работы 14-го экономического форума подписывается еще один документ с правительством автономного края Воеводина, республики Сербия. Это самый развитый регион в Сербии. И особенно у нас большие успехи в области сельского хозяйства, IT-технологий и научных расследований. Вот здесь мы могли бы быть полезными друг другу. Сколько соглашений будет подписано по итогам работы 14-го Гомельского экономического форума, пока сказать сложно. В конце концов, сначала необходимо ознакомиться с предложениями, условиями для ведения бизнеса в Беларуси и возможными выгодами. В Беларуси созданы излучайно выгодные институционные условия. И придя в Беларусь, вы приходите не в страну с населением 9,5 миллионов населения, это небольшая страна по мировым меркам, вы приходите на Евразийский экономический союз России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии. Это 180 миллионов населения. И продукт, произведенный вот здесь в Беларуси, с приличной добавленной стоимостью, но не менее 50% свободы, перемешается по всему этому таможенному союзу. Олег Сентюров, Сергей Нигиревич, Валерий Гопанько, Игорь Морищенко. Новости недели. В Гомеле сегодня закончилась весна. Конечно, вовсе не календарная. Свою работу завершила международная выставка «Весна в Гомеле», которая на протяжении четырех дней работала на территории МЖК «Солнечный». Самые интересные экспонаты и бизнес-идеи оценила Марина Джалая. В эти майские дни город над Сожем традиционно превращается в бизнес-центр. Крупнейшая региональная выставка «Весна в Гомеле» собрала более 20 делегаций из 13 стран. Одной из новинок этого года стали коллективные стенды иностранных участников. Нынешняя выставка стала самой масштабной за всю историю проведения. Свою продукцию и услуги здесь представили около 300 предприятий, организаций Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Например, Феррари Селиано, учредитель итальянской компании B2FT, благодаря участию в выставке «Весна в Гомеле», получил новых бизнес-партнеров, с которыми планируют заключить коммерческие договоры. Его предприятие занимается, говоря простыми словами, улучшением качества материалов или готовых изделий. Это помогает экономить деньги и модернизировать устаревшую или изношенную линию или станок, а не покупать новые. В этом направлении Селиано уже имеет опыт сотрудничества с нашим централитом. Например, может быть какой-то большой проект на базе большого белорусского предприятия, которое может выступить с конечным заказчиком. Они этот проект делают со стороны проектирования. Они проектируют, прототипируют, делают симуляцию процессов. А уже воспроизводство того, что они запроектировали, может быть осуществлено на базе наших белорусских предприятий. Кроме демонстрации промышленного потенциала региона, в рамках выставки состоялся и международный праздник ремесленников «Гомельская весна». В нем приняли участие не только наши мастера, но и гости из России и Украины. Всего на выставку собралось около 200 умельцев. Удивило и порадовало то, что с каждым годом их творческие идеи воплощаются более оригинально. Например, гомельский ремесленник Сергей Дедок – единственный в Беларуси мастер, создающий барабаны УДУ. Кроме того, Сергей мастерит десятки различных глиняных изделий. Заварочные чайники, чашки, пиалы, горшки и кувшины могут украсить любой интерьер или быть оригинальными элементами сервировки стола. Кстати, на ощупь они словно из дерева. Секрет в необычной обработке, которая происходит уже после основных этапов. Потом еще молочный обжиг идет, пропитывается молоком, еще раз обжигается, а потом еще пропитывается воском на горячую. Такая технология старая. Ирина Плескачевская выставила свои рукодельные товары напротив Сергея. И около них тоже очень хочется задержаться. Скраббукинг – слово, конечно, замысловатое, но только глянешь, всем понятно, что оно обозначает. Это очень изящные изделия из бумаги, картона и других материалов, из которых можно сделать конверты, обложки для паспортов и свидетельства о рождении, различные коробочки, блокноты и многое другое. Вот мамины заметки. И что это? Это как мини-альбомчик. Вот когда ребеночек родился, и самые, так сказать, моменты, там, обо мне, что забывается, там, какие зубки там первые пошли, там, я хожу, когда, какие первые слова. И потом, когда ребенок это почитает, будучи уже в взрослом возрасте, ему будет очень интересно. Кроме праздничного настроения, интересных покупок и приятного времяпрепровождения, 18-я выставка «Весна в Гомеле» вновь смогла подтвердить свой статус на международном уровне. Об этом свидетельствуют новые контакты наших предприятий с зарубежными партнерами, результаты деловых переговоров и демонстрация промышленного потенциала нашего региона. Мы надеемся, что праздник удался, что те посетители, которые увидели, какой потенциал Гомельской области сегодня, и смогли провести переговоры, что очень важно, на стендах участников. У нас очень много было заявлено мероприятий, более 30 мероприятий. И мы надеемся, что они тоже принесут свой эффект и результат для развития торгово-экономического сотрудничества Гомельской области. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Игорь Морещенко. Специально для новостей недели. Еще одна глава в летописи экономического форума – это международный чемпионат молодежь и предпринимательства. Писать его историю начали 9 лет назад. Как за эти годы преобразился он сам и как меняет судьбы своих участников? Ответы знает Анна Ковалева. Десятки идей начинающих бизнесменов из четырех стран на одной площадке. Такое бывает только один раз в год и только здесь. Со своими бизнес-проектами в Торгово-экономический университет «Потребкооперации» приехали 120 человек. Некоторые ради этого преодолели 3,5 тысячи километров. Международным чемпионатом молодежи предпринимательства стал давно. Неизменные гости – Россия и Украина. Новичком этого года стал Казахстан. Первый раз в Белоруссии. Также мы впервые гомили в этом конкурсе. Впечатления и эмоции зашкаливают. Очень интересно, очень гостеприимно нас встретили. Доброжелательные люди и все веселые, все радостные. Эмоции просто. Программа чемпионата охватила три дня. Презентации, мастер-классы, встречи участников с бизнесменами и, конечно же, инвесторами, готовыми вложить свои деньги в перспективные идеи. Одни из проектов – социально ориентированные, другие – полностью коммерческие. Причем некоторые уже работают и даже приносят прибыль своим авторам. Вот этот год как раз показал, проекты склонны больше к инновационным, новым идеям. Это тренд вот этого чемпионата. Среди инновационных примеров – полуфабрикат, из которого получается три совершенно разных продукта. Еще уникальная технология шоковой заморозки и новые возможности 3D-печати. Интерес к некоторым идеям инвесторы проявили еще до официальной презентации. Причем для многих авторов деловые предложения стали шансом выйти сразу же на зарубежные рынки. Я думаю, что наши совместные проекты, наши совместные идеи, обмен этими идеями создат своеобразный мультипликативный эффект для развития национальных экономик наших стран. Кроме потенциальных инвесторов, проекты оценивали крупные бизнесмены, профессоры и кандидаты наук в сфере менеджмента и маркетинга. По их решению третье место заняла российская команда из Белгорода. Второе – у Белгута. Победителем же стала казахстанская команда с ее уникальным полуфабрикатом и технологией шоковой заморозки. Эмоции на самом деле зашкали. Вот у меня до этого горло болелось. Честно, оно прям раскрылось. Очень супер впечатление. Все вообще на высшем уровне. Когда ты видишь, что студенты такие же, как и мы, они представляют такие грамотные проекты, душа радуется. Честно, мы не ожидали. Мы потому что новички. Мы вообще впервые в Беларуси самой и впервые участвуем в этом проекте. И когда мы услышали, что мы заняли первое место, это был для нас шок. Ну, сюрприз такой для нас был. На самом деле большой подарок. Поэтому мы сейчас рады. И думаю, в следующем году мы обязательно приедем. 30% этих ребят уже через несколько лет станут успешными предпринимателями. И это не прогнозы аналитиков, а твердая статистика чемпионатов прошлых лет. К примеру, некоторые из былых участников сегодня уже партнеры крупнейших компаний Беларуси в сфере мобильных коммуникаций. Известно, что самый пик приходится на молодые годы у каждого человека, когда брулят идеи. И самое главное, их всегда найти возможность поддержать в этих их изысканиях. Потому что предпринимателем может быть не каждый, но молодой предприниматель – это, я бы сказал, инициативный человек не то что в квадрате, но и в кубе. К слову, такой ярмарки возможностей для молодых бизнесменов в нашей стране нет больше нигде. Зарождался чемпионат в Минске, как республиканский. Через несколько лет там он перестал существовать, а вот Гомель идею подхватил и уже здесь вывел на международный уровень. К слову, в следующем году список стран-участниц вырастет вдвое. Бизнес-проекты ждут уже из Молдовы, Болгарии, Польши и Чехии. Анна Ковалева, Максим Славин, Игорь Морищенко. Новости недели. И к другим событиям уходящей недели. Коротко о том, над чем работали корреспонденты службы информации в традиционном обзоре. С Чешского градец Кроловья на Мозырский НПЗ прибыла гигантская цистерна весом 100 тонн. По совокупности всех параметров, эта грузоперевозка оказалась рекордной не только для Мозырского завода, но и для всей страны. Длина цистерны более 23 метров, диаметр около 6. А сам автопоезд, который доставил емкость до места назначения, превышал 35 метров в длину. Всего автопоезд с гигантской цистерной проехал по Беларуси 665 километров. Нового помощника президента Республики Беларусь инспектора по Гомельской области представили в Гомеле. Согласно решению главы государства, им назначен Юрий Шулейко. Его трудовой путь начался на Гродненском мясокомбинате, после чего он возглавлял Лицкий мясокомбинат и объединение Гродно-мясомолпром. В 2012-13 Юрий Шулейко занимал должность первого заместителя председателя Гродненского горосполкома, позже заместителя председателя Гродненского облсполкома. 12 мая этого года он был назначен помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Гомельской области. На уходящей неделе начался призыв в вооруженные силы Республики Беларусь. Из Гомельского областного сборного пункта отправлены первые новобранцы. Летний призыв продлится до 31 мая включительно. За это время в белорусскую армию будет направлено около 2000 представителей области. Первых новобранцев направили в элитные подразделения. 38-ю десантно-штурмовую бригаду, 5-ю бригаду спецназначения и военную комендатуру Вооруженных сил Республики Беларусь. В рамках года науки в Гомеле обсудили актуальные проблемы лесной генетики в современных условиях. В частности, перспективы микроклонального размножения растений. Проект «Наука и лес» реализуется совместно городской библиотекой имени Герцена и Институтом лесонациональной академии наук. Он призван содействовать экологическому воспитанию молодежи, вовлекая ее в деятельность по сохранению национальных природных богатств. Клонированием растений с полезными отметками сегодня активно занимаются сотрудники Национальной академии наук Беларуси. Особая гордость заведения – фитопатогенный центр. Идею его создания сформулировали в рамках конкурса «100 идей для Беларуси». В регионе отметили Международный день семьи. В Гомеле дети и родители-воспитатели из 11 детских домов семейного типа приняли участие в конкурсе «Семья года». Шестой по счету областной конкурс традиционно инициирует Белорусский детский фонд. В этом году конкурсанты соревновались в трех номинациях. Семьи представляли работы, сделанные своими руками, визитную карточку, участвовали во флешмобе. А тем временем в городском поселке Карма прошла акция «Мир в семье, мир в стране». Главными гостями праздника стали многодетные, приемные и молодые семьи. Трудовые династии, а также пары, которые прожили в браке более 30 лет. Во время торжества гостям праздника вручили благодарности и подарки от Гомельского отделения Белорусского фонда мира и Кармянского райисполкома. Межвузовский конкурс учебных проектов на английском языке прошел в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины. Участие в нем приняли студенты шести белорусских вузов, а также представители Московского государственного областного университета. Интеллектуальное соревнование проводилось впервые и включало два тура – презентацию проектов и выполнение творческого задания. Конкурсанты представили исследования на английском языке в сфере экономики, таможенного дела, развития туристической индустрии, информационных систем, а также внедрения современных технологий в области пластической хирургии. Своё 20-летие отметил Гомельский филиал Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Его история началась в 1997 году. За 20 лет работы учреждение образования несколько раз меняло название. Из небольшого училища превратилось в вуз и сегодня является частью Университета республиканского значения. На торжественном мероприятии по случаю юбилея его лучшие сотрудники получили награды областного и городского уровня. Со сцены прозвучал приветственный адрес от председателя Гомельского облсполкома Владимира Дворника. По традиции, в конце итогового выпуска новостей мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. В Гомельском областном драматическом театре состоялся 13-й международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи». Участие в нем приняли талантливые театральные коллективы из Беларуси, России, Украины и Польши. На суд компетентных экспертов, настоящих ценителей и обычных любителей высокого искусства они представили спектакли самых разных жанров. От легких комедий до глубоко философских и фантастических постановок. Ближайшие несколько минут об этом и не только более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Уходящая неделя порадовала не только ценителей театрального искусства, но и любителей арт-объектов и оригинальных экспозиций. Гомель с размахом встретил международную акцию «Ночь музеев». Одной из первых в городе над Сожем свои двери для ночных посетителей распахнула картинная галерея Гаврила Ващенко. Здесь развернулся настоящий праздник красоты, искусства и таинственных сюрпризов. Здесь можно было увидеть хендмейт-изделия в технике лоскутного шитья, выставку восковых фигур, а также старинного серебра 18-20 веков. По доброй традиции развлекательные мероприятия развернулись не только в залах галереи, но и под открытым небом. Город мастеров с многочисленными выставочными площадками, мастер-классы по керамике, живописи, лозоплетению. Интересные игры и конкурсы для малышей, занятия йогой для взрослых. Презентация разумной робототехники и беспилотных летательных аппаратов, а также яркая концертная программа. Своим праздником организаторы стремились удивить, впечатлить и зарядить посетителей исключительно хорошим настроением. Пригласили всех желающих на ночь музеев и сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Гостям предложили окунуться в атмосферу аристократической роскоши и хороших манер. С подвижными играми, танцами в лучших традициях балов 19 века. Посетители дворца создавали авторские натюрморты из свежих фруктов и получали сладкое угощение за свой поэтический талант. Узнавали о судьбе и тайнах известного княжеского рода радивилов, лицезрели, как создается портрет с натуры, и наслаждались средневековыми танцами. В этот вечер все желающие могли перевоплотиться в дамы-кавалеров минувшей эпохи или проявить себя за настольными и карточными играми 19 века. Границ для талантов здесь не было. А в Гомельском областном общественно-культурном центре на этой неделе состоялся большой концерт, направленный на сохранение красоты и многогранности национального музыкального наследия «Золотая коллекция белорусской песни». Он объединил людей разных возрастов и музыкальных вкусов. Грандиозное шоу собрало на одной сцене ведущих звезд белорусской эстрады. Едвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Наталья Томела. Зрители услышали десятки белорусских хитов на родном языке. А в Гомельском областном драматическом театре на этой неделе прошел 13-й международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи». Участие в нем приняли шесть талантливых театральных коллективов из Беларуси, России, Украины и Польши. В течение четырех дней на суд компетентного жюри критиков и обычных любителей высокого искусства они представляли спектакли самых разных жанров – от легких комедий до глубоко философских и фантастических постановок. Также для всех желающих был организован мастер-класс с участием известного артиста российского театра и кино Александра Кузнецова. Он продемонстрировал зрителям, как правильно отстраивать себя на позитивную волну и управлять внутренними эмоциями. Фестиваль «Славянские театральные встречи» – это прежде всего творческая площадка для обмена опытом, однако он предусматривает и соревновательный момент. В этом году было учреждено семь конкурсных номинаций. Гомельский областной драматический театр одержал победу сразу в двух из них. Награда за лучшую мужскую роль второго плана была присуждена харизматичному актеру Юрию Мартиновичу. А в номинации «Лучший дуэт» победа досталась талантливым артистам облдрамтеатра Анастасии Задориной и Сергею Логутенко за исполнение роли семейной Читы Капулети в спектакле «Ромео и Джульетта». Следующая неделя обещает быть не менее щедрой на интересные культурные события. Впервые в Гомеле пройдет фестиваль для выпускников начальной школы «Зеленый слон-2017». Юных гостей ждет интерактивный мюзикл, занимательная квест-игра, фотозоны, дискотека, подарки и многое другое. А в Мозыре пройдет яркая шоу-программа «История моей мечты» с участием талантливых танцевальных коллективов нашей страны и Германии. И на этом все. Самыми интересными культурными событиями региона воззнакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова